Всем привет! Вы на канале Блицфан и с вами я, Сим Саладин. И в сегодняшнем выпуске рубрики «Учись, созревай» мы поговорим о комплектации танка, а именно о снаряжении, боекомплекте и оборудовании. Начнем со снаряжения. Что это такое? Это своего рода расходники, которые мы можем использовать во время боя. И в бой нам доступно их три штуки. Что же выбрать? Ведь их здесь довольно немало. Огнетушитель. Ну, о специфике рассказывать нет смысла. Аптечка. Она позволяет нам во время боя вылечить одного из членов экипажа. Ремкомплект. Позволяет починить во время боя один из поврежденных модулей, будь то гусеница, двигатель, башня и так далее. Также форсаж. Дает плюс 30% к мощности двигателя, но только на 30 секунд. И также пудинг с чаем. Ну, у каждой нации это разные расходники. Это может быть доп. паёк, или кола, или шоколад. Дает плюс 10% к мастерству экипажа. И, в принципе, такой набор расходников нам отлично подойдет, если бы мы играли в большие танки. Но мы-то играем в World of Tanks Blitz, и у нас здесь доступны еще несколько уникальных расходников. А именно, универсальный восстановительный комплект. Он используется многократно, то есть в бою его можно использовать раз в минуту. Он совмещает в себе ремкомплект, аптечку и огнетушитель. И также адреналин. Дает плюс 25% к скорости перезарядки, на 30 секунд, разумеется, и плюс 10% к вероятности повреждения модулей. И что же из всего этого комплекта выбрать? Как вы видите, у меня на тяжелом танке стоит универсальный восстановительный комплект, просто ремкомплект, для того, чтобы если вдруг мне сбили гусеницу, я мог быстро починиться и уехать, не тратя универсальный. И адреналин, что позволит в критической ситуации нам выживать. Однако, такой набор не подходит под все типы техники. Например, легким танкам я рекомендую ставить форсаж. Он позволит нам куда быстрее и маневреннее двигаться. Также для тех, кто обладает весьма внушительным капиталом в виде кредитов, можно вместо ремкомплекта обычного ставить пудинг с чаем, ну, либо опять-таки там шоколад или колу. Это позволит в целом улучшить ваш танк на целый бой. Боекомплект. Вот здесь поподробнее. На каждом танке нам доступно несколько типов снарядов. Это бронебойные, подкалиберные и фугасные. Вместо подкалиберных иногда встречаются и кумулятивные снаряды. О специфике работы каждого из типов вы можете, в принципе, почитать в Википедии. Я же расскажу о том количестве этих снарядов. Изначально нам предлагают вот такого рода комплект. То есть в нем преобладают бронебойные снаряды и целых 12 фугасных. Но фугасные снаряды весьма сомнительная перспективка, поэтому я рекомендую ставить в такой пропорции. То есть брать еще вместо фугасных снарядов голдовые. Да, да, как бы странно это ни казалось, но я крайне рекомендую ввозить с собой золотые боеприпасы. Благо их можно купить за внутриигровую валюту. Также фугасы. Рекомендую чуть-чуть уменьшить количество бронебойных на 2-3 и поставить фугасные. Они помогут вам в критической ситуации добить шотного противника или сбить захват базы. Поэтому фугасы обязательно хотя бы парочку штук. Оборудование. Здесь у нас полет фантазии. Однако не на всех танках эти модули, то есть оборудование нам доступно. Но в частности мы взяли в пример тяжелый танк 8 уровня КР Нарвон. И в принципе у нас здесь довольно обширный выбор. И оптимальным набором оборудования я считаю досылатель, усиленные приводы наводки и третий модуль вентилятор. Досылатель. Он позволяет увеличить скорость перезарядки и я считаю, что стоит его ставить на все виды техники. Будь то ПТ, ЛТ, СТ или ТТ. Усиленные приводы наводки. Для тяжа оптимальный выбор. Однако для средних танков лучше конечно поставить стабилизатор вертикальной наводки. Он позволит нам более точно стрелять в движении. Третий модуль. Часто вызывает сомнения. Некоторые ставят просветленную оптику, чтобы мы могли лучше засветить своих противников. Но так как на КР Нарвоне у нас топовый обзор, поэтому я решил от этого отказаться и поставить вентилятор, который даст плюс 5% ко всем умениям экипажа, тем самым немного улучшив танк. Также неплохим вариантом является ящик с инструментами. Он позволяет нам быстрее чинить поврежденные модули, однако ставить его на все и всегда сомнительное мероприятие. Поэтому здесь на ваш вкус. Тяжелый противоосколочный подбой. Я считаю, что этот модуль в крайне редких случаях будет вам помогать. В связи с реалиями игры, разумеется. Поэтому сам не ставлю его ни на что. Стереотруба. Довольно неплохой выбор для ПТ-САУ. Позволит увеличить дальность обзора в неподвижном состоянии. Просветленная оптика делает то же самое, но только в подвижном состоянии. Маскировочная сеть. Минус 25% к заметности неподвижного танка. Опять-таки неплохой выбор для противотанковых орудий. Однако, в связи с тем, что карты у нас маленькие и мы светимся довольно быстро, полезность этого модуля, на мой взгляд, сомнительна. Мокрая боеукладка. Подходит для крайне малого числа танков, у которых боеукладка находится в лобовой части и ее часто критуют. Заполнение баков СО2 не пользовался никогда. И считаю, что этот модуль вообще бесполезен. Усиленные горизонтальные пружины. Плюс 10 грузоподъемности ходовой. Этот модуль лучше нам подойдет для легких танков, чтобы бусиницы у нас не так часто ломались и двигались мы чуточку пошибче. На этом мы, в принципе, рассмотрели все доступные модули, оборудование которое можно поставить на танк. Разумеется, выбор всегда остается за вами. А я прощаюсь. В следующем выпуске мы в целом разберем концепции танков и их классовые различия. И чтобы, разумеется, не пропустить этот ролик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Также вступайте в группу ВКонтакте. И до новых встреч в фиолетовой вам статистике.